Здравствуйте! Октябрь – учительский месяц. Я не сомневаюсь, что у каждого педагога, проработавшего в школе больше 20 лет, за плечами богатая история и бесценный опыт. Наши гости сегодня – директор Архангельской средней общеобразовательной школы номер 51 имени Федора Абрамова, лауреат премии Бориса Шергина, победитель 5-го городского конкурса «Женщина года» в номинации «Женщина-директор», обладатель знака «Отличник народного просвещения» Татьяна Александровна Ларина. Нам есть о чем поговорить. Здравствуйте, Татьяна Александровна! Ну вот, был недавно юбилей, 40 лет исполнилось 51-й школе, и вы ее назвали «общим домом». Вот школа-дом – это понятие, вот такая форма устройства, это для вас такая цель? Ну, неудивительно, что начну с фразы, с цитаты Федора Александровича Абрамова, что главное – тот дом, который человек своей душой строит, человек без дома жить не может. Дом ведь – это своего рода единение. Это туда, куда приходят люди, и они приходят туда за пониманием, теплом, за жизненной силой, энергией. Там истоки в доме. Ну и дом – это когда вместе учителя, дети, родители, друзья школы, к этому стремимся. Вот вы, наверное, когда пришли в школу, такое, наверное, понимание и было у вас в школе, что все должны быть вместе. Да, конечно. Вот, наверное, недаром у вас так развита всякая форма самоуправления. Это что там, сейчас перечислю, да, совет отцов, школьное самоуправление, родительский комитет, или даже там совет старшеклассников, я, наверное, еще не все перечислила. Детская организация. Действительно все работает? Работает, но, буду откровенна, работает все в той или иной разной степени активности в разные периоды. Но все это есть, это все живые структуры. И они вот как раз и помогают этой самой организации. Ну и еще, что важно, что все это делается, вот у нас все-таки, я на этом бы акцент поставила, не потому что это модно, не потому что это нас кто-то обязал делать, это все-таки делается по необходимости, ощущению людей, которые вот считают, что так надо жить. Вот это очень важно. И ребята тоже? Ну, конечно. Понимают вот эту необходимость? Да, но тут еще один момент. Я убеждена всегда в одном, что если взрослые понимают, если им это надо, то они донесут это до ребят. А это может быть такая-то ностальгия по пионерско-комсомольской юности? Ну, знаете, те, кто прошел через школу комсомола, ну, кстати, в этом месяце, те, кто так или иначе с комсомолом связан, всегда об этом вспоминают особо, 29 октября, день рождения комсомола. А те, кто прошли через это, они уже-то впитали, это уже внутри себя по-другому как-то не живется. Ну, и потом еще очень важный момент. Здесь, наверное, ну, я не скажу, что это противопоставление каких-то там позициям, современным тенденциям, когда каждый за себя, каждый выплывает, там, законно там прочее. А мы просто для себя давно определились, что когда человек чувствует себя, что он не один, ну, еще у шопчука есть, ты не один, когда он чувствует это, он по-другому себя ощущает. Он даже в трудностях, во всех испытаниях, он понимает, что в любом случае у него есть силы, он справится. Я когда приглашала вас на программу, вспоминала, как мы с вами познакомились. А это ведь нас, в общем-то, познакомило такое КВНовское движение. Я работая в Дворце пионеров, мы начинали проводить первые школьные КВНы. И 51-я была, в общем, ну, просто непревзойденным лидером в КВНовском движении. Какие были ребята, сколько чувства юмора, интеллекта. Вот это все продолжается сейчас. Ну, во-первых, хотелось бы передать привет своим ученикам, которые сейчас возглавляют областную лигу КВН. Да. Это все 51-е, выпускники. Да, вот. Ну, там, это приятно, потому что это результат. И вот даже сейчас было 40-летие. Евгений Суханов нам активно, даже я не скажу, помогал. Он просто делал этот праздник вместе с нами. А помимо этого ведь, ну, я не буду сейчас называть там 10 лет, там мы выигрывали и прочее. Дело не в этом, не в выигрышах. О том, что мы были лучшими в городе, в области. Вот, ведь ребята потом своей командой дошли уже, в общем-то, до ворот первой лиги КВН. Уже практически были одной ногой уже на масляковских играх. Вот. И потом и те, кто шли за ними следом, они участвовали несколько раз у нас в юниор-лиге российской. В Анапе были. Это как вот, ну, скажем так, движение. А потом возникла ситуация, ведь любой процесс, он, как сказать, спады, подъемы и прочее. Потом возникла ситуация, когда команд вот такого уровня, ну, наверное, очень много было уже выдано. Вот такой всплеск был. Команд такого уровня в школе уже не было. Но было другое. У нас вот в октябре сейчас вся школа играет в КВН. Почему было? Это есть. То есть вы не бросаете вот это движение, да? У нас практически. Где-то участвуют в фестивале КВНовском школьном. Но в прошлом году было 16 команд. Я думаю, в этом году будет больше. Но и еще момент. В прошлом году семиклассники выиграли городской КВН снова. То есть это живо, КВНовское движение, да? Конечно, конечно. Вы как зачинатель, в общем, не можете его бросить. Дело тут все не в том, что бросить. Это уже определенный образ жизни. Это не надо бросать или начинать снова. Это просто уже то, что является составляющей. В общем, это и школьной жизни тоже. Вы были в той группе первых, которые получили премию Бориса Шергина, да? Областной писательской организации. А вот как это произошло? За что? Ну, там была формулировка за большую работу по пропаганде вообще творчества писателей Севера. Ну, особенно, конечно, Федор Александрович Абрамов. Вот здесь был акцент на это поставлен. И вот тогда уже, это уже было больше 10 лет назад, и все свои скромные премии, там, по-моему, была какая-то тысяча рублей, да, или 2 тысячи рублей, да? Вы и другие лауреаты отдали на нужды библиотеки и музея Федора Абрамова. Ну, я в данном случае это отдала Александре Федоровне. Тогда она была заведующей музеем. Александр Федоровне Абрамова вручила на развитие музея. Вот у вас оттуда пошла дорога, путь к Абрамову? Ну, раньше, да? Ну, раньше. Это было в 2005-м, а с Веркалом связано с 1993-го года. Вот. Потому, конечно, раньше значительно. И к этой премии, и к этому, как сказать-то, к этому событию, тогда очень значимым для нас, мы уже пришли с определенным багажом своим, с определенным результатом. И вот с того времени вы возите ребят в Веркал? Вот возите, я бы так не сказала. Почему? Потому что они едут сами. Мало того, сейчас уже возникло, знаете, такое сообщество, ну, сейчас такое слово есть, волонтеры, там, ну, добровольцы, я бы лучше так сказала, вот. А у меня же каждый раз в группе, вот в этом году, допустим, да и каждый раз бывает по 5-6 человек студентов, которые приезжают в свои каникулы на добровольных началах делать эту экспедицию. У меня в этом году было 6 педагогов там, которые в свой отпуск туда едут. А чем вы там занимаетесь? Плюс 15 человек ребят. Вот. Занимаетесь, тоже бы это слово не стало говорить, мы там живем. Веркало для нас это родной уголок. И потому, когда мы там бываем, а каждый год обязательно бывают ведь те, кто первый раз, это, естественно, не знакомство, а, я бы так сказала, постижение вот всей этой великой мудрости жизни, прикосновение к истокам. Вот. И потому, конечно, музей, конечно, приезжаем, первое, что мы делаем, это несем цветы на могилу Федора Александровича Абрамова, на Абрамовскую гору. Это очень важные и значимые для нас встречи. Это родные люди, близкие, дорогие. Племянник Владимир Михайлович, племянник Федора Александровича, святой человек, на мой взгляд. Осия Петровна, его жена. Они, кстати, создали семейный музей. Дом брата Федора Александровича Абрамова. Они принимают там, они делают потрясающие вещи. Я чувствую, что вы можете рассказывать об этом все равно. Я могу очень много рассказать. Буквально это Веркальский монастырь, кроме этого летополопоход. Мы едем в Суру, и самое главное, мы еще работаем. Ну, как работаем? Мы помогаем людям там, потом спортивные соревнования. То есть вас там ждут? Да, да. Это неотъемлемая часть, опять же, нашей жизни. То есть, Ансана, а как так получается-то? Как вы прибиваете любовь и говорите, нельзя так говорить, что я вот вожу, они сами едут. Ну, понимаете, это уже... Ну, кстати, мы в школе любим слово «традиция». Вот. Я считаю, все лучшее, оно проходит все равно через определенную преемственность. И все равно какое-то единство поколений. Вот это должно быть. Потому что, ну, не может быть искусственным... На мой взгляд, не может быть искусственного привития патриотического воспитания, патриотизма. Если ты в этом сам, если ты понимаешь, осознаешь, как это дорого и важно, что это основа жизни, ты в любом случае вот этим своим пониманием, осознанием привлечешь ребят. И не надо эти слова произносить. Не надо. Зачем? Нет. Вот. Потом ведь они едут туда, они мне каждый раз делают... Ну, у тебя теперь тоже модное слово «интерактив». Они каждый раз мне пишут письма потом в конце. Ну, не мне лично. А просто пишут, ну, не важно, чтобы это было на бумаге. Отклики, отзывы о том, вообще ощущения свои. Вот буквально в последний день, как уезжаем. Вы знаете, когда читаешь то, что там ребята пишут, это такой искренний порыв душевный. Это такая, как бы так сказать... Ну, когда они пишут, то они счастливы. Хотя это походные условия, хотя это пища на костре, хотя это никакого обслуживающего персонала, хотя эта погода, может быть, самая разная, вот. Хотя есть ведь какой-то и душевный труд, есть и физические какие-то испытания. А для них это счастье. И когда говорят, что мы одна семья, и они пишут это сами, и что это для нас очень дорого, но это результат. И для них это уже определенная прививка того, что называется настоящим. Да, и вот какой-то рост духовный, конечно. Конечно, естественно. Там какая-то закалка. Они уже понимают, у них есть какие-то ценности уже привыты. И в жизни, как бы там ни было, вот эти базисные ценности, они есть. Да, они в любом случае есть. И когда мы, ребята у нас выходили в этом году, вот на 40-летие, сейчас на сцену культурного центра Северной, вот объединение, чистая книга, и пели песни, люди вставали в зале, которым уже по 30 и больше, и пели вместе с ними. Вот. Это, в общем-то, они... Просто это все как... Ну, мы еще называем так это про себя пинишское братство. Это достаточно много людей. Ну, здесь ведь еще вопрос и любви к литературе. Или это разные вещи? Вы едете в Верку, вы что-то вот там делаете, помогаете. А литература сам, как Федор Абрамов, как писатель, кстати, в 2010 году вам присвоено, да, звание имени Федора Абрамова школы. Да, названо. Вот именно как литература, она тоже культивируется в вашей школе? Вот они едут еще из-за познания этого? Ну, я считаю, ехать туда и не прочитать ничего у Абрамова, ну, это просто неправильно. Это, во-первых. Бывает другой расклад. Читали немного, но приезжают туда, а потом уже хочется читать больше. Вот. Ну, еще. У нас же система выстроена работы вот в этом плане. Вот. У Абрамова какие мудрые вещи? Жить по совести. Сотвори мир в душе и пошли его людям. Это вот те самые нравственные основы. Это же все в его книгах. Ну, и потом. У нас свой школьный фестиваль. Абрамовский проводится ежегодно в январе. А потом мы приглашаем всех к себе на фестиваль. У нас этих фестивалей было уже 10. Городские. А теперь уже к нам область приезжает. И это большие, очень значимые для нас. Ну, у вас можно и ребят, наверное, назвать такими знатоками Абрамовского творчества. У нас много ребят знают, хорошо знают творчество Федора Саныча и Абрамова. Но не будем обобщать. Ребята разные. Вот. И отношение книги к литературе сейчас, я думаю, что не только у детей. Начинать надо всегда с себя. И взрослых неоднозначно. Вот. Поэтому я всегда говорю, если дома книгу не читают, если мама не читала ребёнку в детстве сказки, вместе они это не обсуждали, потом сложно ребёнку объяснить, что надо читать. А когда весь круг чтения ограничивается только программными произведениями, потому что это надо, а программные произведения читаются по краткому содержанию, потому что на другой нет времени. Всё, о чём можно говорить. Да, о литературе, конечно, разговор особый. Но вот, кстати, как, я почему про знатоков спросила, как у вас в школе вы лично, ребята, кто действительно увлечён, может быть, творчеством Абрамова и знает его, отнеслись к экранизации. Вот недавние две зимы и три лета. Это такой многосерийный телефильм, напомню, Теймура Асадзе. И снимали не в Веркале, и только не искусственная масса была нареканий. Я скажу так, тоже очень откровенно говорю, фильм из «Ребят» посмотрели немногие, потому что это был своего рода тоже, извините, я бы так сказала, определённый подвиг посмотреть все серии. Мало того. 26 серий, по-моему, да? Да, мало того. Телеканал «Россия» в конце сделали какую-то вообще непонятную вещь, потому что последние серии, они вообще ушли в ночь. То есть вообще непонятно было. Вот, конечно, фрагменты, конечно, серии, конечно, определённая... Сейчас учителя всё взяли на вооружение. Мы этим, мы, естественно, это переживаем, этим пользуемся, я бы сказала, готовясь к урокам. Но на что бы я хотела обратить внимание? Мы же встречались с Тейма Асадзе. Да, приезжал. Он у нас был в школе на фестивале, на городском фестивале. Он очень интересный, своеобразный, я бы так сказала, неординарный. Да, неординарный, я бы даже сказала, человек какого-то вызова определённого. У него своя концепция была, и она больше очень глубоко философская такая. Вот, она о размышлении вообще о том, каким путём идёт человек, какой он выбор делает. И вот этот его подход, он достойен уважения. По поводу того, что вот снято не так, а хотелось бы по-другому там что-то увидеть. То есть, как никто знает, вертольское всё. Вот, да, увидеть по-другому. Конечно, там есть вещи, которые не принимаешь. Нелепые, да? И не понимаешь, естественно. Но когда вот с ним уже пообщался непосредственно, и он говорил, что он и не стал перед собой целью сделать всё вот прямо вот. Для него важна была сама по себе идея его, то, что он хотел сказать людям. Ну и потом достойно уважения, он же прошёл по всему роману. Он же практически, он те линии поднял, которые, допустим, ну вот в каких-то, ну вот, может быть, на что меньше внимания обращаем. Потому, мне кажется, это имеет право быть. Относиться к этому можно по-разному. Я с уважением отношусь. Вы недавно были на юбилее вдовы, да, Фёдора Абрамова, Людмилы Владимировны Крутиковой Абрамовой. Как впечатления? Ну, во-первых, если вот мостик перевести от фильма, то я посмотрела новую редакцию «Братьев и сестёр» у Льва Абрамовича Додина в малом драматическом. Это уже с новым составом, я смотрела ещё. С новым составом, да. И я скажу так, жизнь продолжается, и низкий поклон Льву Абрамовичу за то, что они это всё сделали, и спектакль будет продолжать жить. Потому что у него, вот знаете, чем классика вообще потрясается, и чем вот великие книги. А каждый может взять своё. Каждый берёт ровно столько, как говорится, сколько может унести. Вот, поэтому я была в полном таком состоянии. Я нет, не четвёртый. Значит, посмотрю четвёртый. Третий раз смотрела «Братьев и сестёр» в малом драматическом. Это, конечно, очень сильно. Это потрясение. Да. И именно потому, что играют ребята, которым, ну, по 25. Они-то как раз ездили в Веркову. Да, они были в сентябре год назад. Тщательно готовятся к этому спектаклю. Конечно. На одни из, там, не знаю, единицы таких, кто подходит. И потом я была у Людмилы Владимировны. Это было удивительное общение. Я преклоняюсь перед этой женщиной. 95 лет. Она говорит о том, что книгу надо заканчивать. Она говорит, даёт советы и рекомендации. Она говорит, как же так, вы там с музеем там поработайте, посмотрите. Она в духе, в ритме жизни. И она, несмотря на то, что ей, конечно, физически тяжело и не домогает. И как такового честования такого торжественного, большого, официозного не было. И она принимала только тех, кого хотела видеть, если честно. Вот. Потому что тяжело. Вот. Но когда мы ей привезли, я ей привезла, мы сделали такой альбом со всеми нашими, кроме Людмилы Владимировны, без отчёта их нельзя. Вот. Мы сделали такой творческий отчёт. Вот. И она этот альбом листала. И она была очень растрогана. И открытку мы сделали в виде нашей общей с ней фотографии. И я видела, что она была счастлива. Она знает про вашу школу, знает про ваши дела. Ну, нет. Она никто знает. Мы же встречались неоднократно и с ребятами. Она во всех интервью про нас говорит. Иногда бывает даже немножко неудобно. Можно сказать, что, в общем, так вот дружите. Мы очень-очень. Патронируем эту тему в вашей школе. Да, да, да. Да. Вот вернёмся, может быть, ещё немножко к литературе. Вы сказали, что да, ребята разные, учителя. Вот действительно, может быть, уровень преподавания в школе падает? Может быть, ученики или, вот вы так не скажете, они зачастую эрудированы у учителя? И читают не то, что в школьной программе? Может, здесь ещё вот камень такой зарыт? У меня был выпуск в прошлом году, я два одиннадцатых выпустила. Я была счастлива, когда они читали то, что я ещё не успела прочитать. И они меня где-то этим подпитывали. Ну, а когда мы читали одно и то же, и я, допустим, так раз у меня пришло, то я процитировала Коэлью. Они говорят, знаем, там или ещё что-то там, допустим. Ну, как пример. Уважение сразу, да? Вот. Конечно, очень много зависит. Учитель до тех пор, пока сам учится и сам развивается. Если этого нет, если он останавливается и говорит, я весь в орденах, в медалях, я звезда, всё, это уже не учитель. Вот. Поэтому, конечно, очень много зависит от личности педагога. А по поводу ребят, знаете, очень разные. И есть те, кто действительно живут этим, читают, а есть те, кто ордированы в плане, извините, на уровне Википедии. И вытащить из интернета, и потом выдать за своё, и таких хватает. Ну, вот, на ваш взгляд, программа литературы, она стоит пересмотреть? А вот по поводу программы, я категорически, я всегда не скрываю этого. Я убеждена, что там намудрили, и очень сильно. И то, что сделали, я ещё несколько лет назад говорила, что с литературой так нельзя. Потому что это духовная основа России. С русской литературой так нельзя. Вы вправе как-то сами выстраиваете? Ну, конечно, там 20% можно в рабочей программе менять, можно брать элективные курсы, можно там... То есть мы возвращаемся всё-таки к учителю, да? Вот, очень много зависит от учителя. Не надо ссылаться на то, что программа, там ещё что-то. Если ты понимаешь, осознаёшь суть того, что ты делаешь, ты всё равно будешь стараться делать то, что важно и нужно. У вас, кстати, есть такой рецепт идеального педагога, которого бы уважали, слушали, ценили? Ну, вы знаете, таких учителей, как сказать, замечательных, настоящих учителей, великих учителей, я думаю, что не просто много, они будут всегда. А вот по поводу рецептов, мне кажется, он у каждого свой. Но можно, конечно, говорить банальные вещи, там, любить детей, ну и так далее. Я вот вас, насколько помню, вы никогда не ругаете ребят, вы так недоумённо посмотрите, тут понимают... Не, ну, вы знаете, это высший пилотаж, когда достаточно взгляда, это правильно. Вот это, я согласна с этим совершенно. И я считаю, что это вот высший уровень, когда кто-то может сказать, вот, знаете, я не буду это делать, потому что вот Марья Ивановна это не одобрит. Это, конечно, да. Это тогда авторитет такой у человека, что, ну, с этим живут люди. Но я могу сказать одно. Сейчас очень высокие требования к современному учителю. Вот. И эрудиция, и вот ощущение себя в этом современном мире, достаточно гармонично от себя ощущать. Потому что человек недовольный жизнью, человек, который постоянно себя жалеет, он что может дать детям? Вот ведь ещё вопрос-то в чём. А в том, что нас окружает, вот это вот чувство, вот это вот гармонического вот этого жизни, чувство этой гармонической жизни сохранить непросто. Потому что это ещё сильная личность должна быть, естественно. Да. А правда, что ваших учеников называют ларинцы, почти как толстовцы, да? Да что вы, нет. Это вот против. Нет? Это Веркали. Это Веркали. Это, ну, Веркальские жители. Это они тогда называли? Нет, нет, нет. Мне это не нравится. Мне не по себе всегда становится от этого. Это неправильно. Вот. Не надо так. Но Веркали, да. Ну, так что, просто потому что я каждый год езжу, им проще так. А, ларинцы приехали. Да, да, да. То есть это Веркали, да, есть такое. Спасибо, Татьяна Александровна. У меня в конце небольшой блиц. Любимая фраза, выражение, которое вы применяете на все случаи жизни? Не одну. Ну, первое, это я чувствую, друг, как всегда, твой локоть, а также плечо. Сегодня мы как никогда, а завтра гораздо еще. Потом очень люблю, очень мне это нравится всегда. В такую игру мы еще не играли. Ну, и последнее все только начинается. Сколько можете прожить без интернета или мобильной связи? Могу. Я не скажу, сколько. Но, конечно, сейчас это необходимо. Это жизненная необходимость. Мы уже на этом, как сказать-то, мы уже этим живем практически. Но если случится так, что этого не будет, я как-то выживу, наверное. Писатели, произведения, которых можете перечитывать, ну, хотя бы троечку назовите. Ну, я не буду оригинальной. Конечно, Пушкин и Евгений Онегин. Ну, шо ж он, конечно. Ну, и все, что связано с Александром Сергеевичем, естественно, это святое. Очень люблю Булгакова. Ну, и, конечно, Абрама. Есть вещи, которые вы не можете простить, которые для вас неприемлемы в жизни? Вот у меня такое ощущение, что я могу простить все. Вот. Но есть то, что я не принимаю всей душой. Вот, вы знаете, вот это вот, как бы сказать, неуважение к человеку, которое проявляться может по-всякому совершенно. И вот это вот отсутствие... А это от этого же идет. Хамство. Вот это вот. Не могу. Вот это не принимаю. А качество, которое цените в человеке, в личности? Ну, тоже не хочется говорить банальные вещи, но для меня всегда очень дорого и значимо, когда человек открыт людям, открыт миру, искренен, когда умеет отвечать за свои поступки, принимать решения и доводить дело до конца. Ну, и, конечно, профессионализм, естественно. Кем бы вы стали, если бы не учителем? А мне такое ощущение, что я бы все равно бы учителем стала. Честно, сейчас я вот, как говорят, вот там, ты посмотри, там, это, там, с высоты прожитых лет, там, ты говорю, у меня, тем более, тоже недавно у самой был юбилей, я это все так это осознавала. Вот. Ну, наверное, все равно, если бы даже не учителем, все равно человеком, который работал бы с людьми. Вот. В любом случае. Спасибо вам за искренность и, ну, конечно, удачи, успехов. Спасибо. И чтобы школа была действительно вашим домом, и для вас, и для ваших учеников. Мы очень сами все этого хотим. Спасибо. Татьяна Ларина, директор 51-й Архангельской средней общеобразовательной школы имени Федора Абрамова, учитель русского языка и литературы, лауреат премии Бориса Шергена, отличник народного просвещения, была гостем нашей студии. Если учитель соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, он совершенный учитель. Это сказал Лев Николаевич Толстой. Я думаю, именно с таким человеком мы познакомились сегодня. Такие дела. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»